Вот кастрюлька. Достали старую с балкона. Нагреваем воду. Каждый раз, начиная разговор о газовой проблеме, мы наблюдаем одну и ту же привычную избитую картину. Старый дом, газовая колонка, холодная вода. Отсутствие горячей – это уже следствие. Следствие того, что самое страшное уже произошло. Так случилось и в доме по улице Шоссейная. Утечка газа, гибель людей и страх всех остальных жителей. У нас вот проверяли до Нового года. У нас тут такой дым стоял во всех квартирах. Я не знаю, что тянут. По-моему, уж дому 60 с лишним лет. И так ясно, в чем причина. Ну, они тягу проверяют, да. Но чистить вообще когда в последний раз? Ой, никогда. Вот сколько я здесь живу, честно говорю, никогда. Теперь по плану чистка дымоходов и вентканалов. Часть работ уже произвели, но колонки до сих пор отключены. Пользоваться ими нельзя. Когда будет можно, неизвестно. Давайте проверим, да. Я не знаю, как они проверяют. Ну, вот он, видите, притягивает. Да, он притягивает. Но это только листочек притягивает. А что там дальше? Здесь самое главное, видите, вот идет прям прямое отклонение в сторону дымохода салфетки, да? Вот прям видно. Видите, она туда отклоняется. Ее сдвигают туда, и она туда аж загибается, да? И то есть вот она туда стремительно уходит. Это как раз говорит о том, что так вот человек сам, пользователь, может легко проверить свою тягу. Опять же, только при открытом окне. Простой принцип действий почему-то оказывается сложным для жителей. То ли по незнанию, то ли от забывчивости. Зимний период для населения оказывается не только холодным, но и душным. Отсутствие воздуха в квартире, а значит тяги – основная причина отравления газом. Это главный аргумент жилищников. В течение всего времени работы колонки, вот даже мы хотим руки помыть, пять минут, помыться в ванной, 15-20 минут. В течение всего этого времени работы должно быть открыто окно. Это важный момент. Для чего? Для того, чтобы угарный газ не образовывался и тяга была хорошая. Все случаи связаны именно с этим. Как правило, если у нас холодно, маленькая кухня, закрываем окно, нехватка притока, образуется угарный газ. Это то, что мы слышим от коммунальных служб ежегодно. Нерадивые жильцы, мол, забывают о форточках и приточных клапанах. И это действительно прописано в правилах пользования колонкой. А вот забитые дымоходы и вентканалы, то, что лежит на плечах управляющих компаний, как оказалось, чистится лишь по заявке жильцов или по факту выявления. Службы Горгаза проводят плановые проверки внутриквартирного газового оборудования один раз в год. Во время проверок проверяется разусобность оборудования и проводится инструктаж жителей. Подрядная организация, которая обслуживает вентканалы и дымоходы, проводит свои планы проверки ежеквартально. В случае обнаружения засоров, отсутствия тяги, проводятся необходимые ремонтные работы. Что получается? Плановыми оказываются только проверки. Никаких плановых действий раз в год или раз в квартал не существует. Вообще, все, что связано с газом, почему-то очень удобно возлагается на собственников. К примеру, финансирование установки приборов учета холодного и горячего водоснабжения возложено на регионы, что четко указано в федеральном законе об энергосбережении. В отношении газового оборудования такие правила нигде не прописаны. Это касается и газовых колонок. Есть у нас личное имущество, есть у нас общедомовое имущество. Если система затронута и пострадала общедомовое имущество, она должна быть установлена за счет средств капитального ремонта, за счет средств управляющей компании. То есть дополнительных расходов с жителей собираться не должно. То есть управляющая компания должна эти проблемы устранить. Но если же собственник сам не хочет эксплуатировать правильно свое оборудование, ему его отключают до того момента, пока он правильную колонку не купит, новую не пригласит и не подкручит в Горгаз. То есть это уже личное имущество за счет своих средств. Самое интересное, что жильцы вовсе беззащитны перед вероятностью взрыва или утечки газа в жилом доме. И не играют никакой роли в порядке или нагревательная колонка, плита или вентиль в вашей собственной квартире. Если соседи не хотят или не могут содержать газовое оборудование в надлежащем состоянии, то вам ничто не поможет. Очень многое происходит даже не по халатности, а по невежеству. Допустим, вы знали, что в квартире с колонкой открытого горения нельзя устанавливать вентиляторы в вентоканалы. Он создает обратную тягу, что произошло буквально несколько дней назад в квартире по улице Дементьева. Мужчину с двумя детьми госпитализировали с отравлением. К счастью, все обошлось. Однако местные считают, причина в другом. Чистить надо, не чистят же. Ее же хотя бы, я не знаю, там сколько у них по СНИПу-то надо. Один раз в год, что ли? Нет же никого. Никто не приходит, никто не чистит. Раньше, когда дом был на балансе завода, кто-то еще что-то дергался. А сейчас никто ничего. И управляющий, я говорю, у нас и прокуратура, и Роспотребнадзор, и администрация. Везде. То есть в любой организации обратитесь, везде есть наши письма. Везде коллективные. Результат ноль. И это неудивительно в домах 50-х, 80-х годов постройки. Прошло более полувека. Газовое оборудование во многих домах все то же. Казалось бы, проблем-то замените все. Старые колонки и старые трубы на новые. Но не все так просто. Теплоизоляция, инженерные сети, покрытие крыши, это все выходит потихоньку из строя. И вообще это же, хотя сейчас вот эта задача с капитальными ремонтами, она потихонечку решается, но она решается гораздо медленнее, чем стареет вот этот большой строительный фонд. Естественно, отсюда все это и возникает. Полностью переделывать это же просто нереально, потому что это никакой бюджет это не выдержит, никакие там гранты федеральные, республиканские не помогут. Просто не хватит средств. Это же многомиллиардные средства нужны. Тут единственно поддерживать в хорошем состоянии то, что есть, и строить новое. Вот когда много нового построится, потихоньку можно начинать ликвидировать старое. Эксперты объясняют, что ремонт газового оборудования и канала входит в категорию капитального ремонта. Однако этих денег не всегда хватает. Отказаться от колонок вовсе можно только законодательно. Но такого проекта и даже обсуждение не выдвигается. Между тем прокуратура продолжает проверку в отношении дел по отравлениям и до сих пор не приходит к общему знаменателю. А значит, получается, что безопасность остается на воле случая. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Владислав Поташников. 7 дней.